Вариантов приготовления блинов очень много. В первый масленичный день у нас блин с бананом и шоколадом. В первую очередь выливаем тесто на специальную плиту. Как говорит Татьяна Ермошкина, чтобы блин не порвался, необходимо распределить тесто так, чтобы его края были не толстыми, а середина не тонкой. Важно делать это равномерно. Следуем примеру. Печем блин сначала с одной стороны, затем с другой. Это занимает пару минут. Пока процесс идет, Татьяна делится. Готовить традиционное блюдо масленицы – одно удовольствие. Это даже в какой-то степени успокаивает, наверное, потому что ты сосредоточен на этом, каждый раз что-то новое делаешь. Это очень интересно. Мне нравится. И вот видим золотистый цвет. Значит, время – начинки. Сначала в ход идет шоколад. Достаточно одной ложки шоколада. Уже на слегка потаивший сладкий ингредиент выкладываем кусочки банана. Теперь важно правильно завернуть блин. Здесь нам пригодится масло. Несколько ловких движений и получается аппетитный конверт. Вот наш блин и готов. В масленичный понедельник принято отдавать первый блин неимущим. Важно, чтобы они помянули души усопших родственников. Всего же этот день лучше всего провести с своими родственниками и друзьями, что мы и сделаем. Приятного аппетита! Этим же традициям придерживаются многие оренбушцы. Для самых разных семей праздник особенный. Для меня много блинов. У нас на масленицу дома такая традиция, что мы постоянно печем блины. С теплом ассоциируется, чтобы придет тепло сход. Я хоть и мусульманка, но масленицу я отмечаю вместе со своими друзьями. Радостный праздник и для детей, и для взрослых. И люблю блины. Но есть и другие традиции первого дня масленицы. В это время принято делать горки изо льда. Есть даже примета – чем дальше покатятся сани, тем лучше будет урожай. Еще в это время делают чучело, чтобы сжечь его в прощенное воскресенье. Елена Гиреевна, Андрей Булатов. Новости дня.